Новый подход к мусору в Красноярском крае. В Рыбинском районе строят новый полигон для отходов. Он будет возле города Заозерный. Там планируют начать сортировку и переработку отходов. Все это делается в рамках долгосрочной целевой программы. Будущий полигон пока представлен только на бумаге. На земле только построили дорогу и сейчас снимают верхний плодородный слой. Причем чернозем не просто уберут, а оставят для дальнейшей рекультивации. Под лукотлована будет проложена специальная пленка, чтобы загрязненные воды не уходили в почву, а стекали в специальные отстойники. Кстати, общая площадь полигона 150 тысяч квадратных метров. Стоимость около 70 миллионов рублей. Причем обслуживать он будет не только Рыбинский, но и соседние районы и города. Так как проект большой, достаточно материалоемкий и в финансовом смысле слова, и с точки зрения технологии, работ самих, мы планировали все-таки здесь сделать такой законченный цикл оборота ТБО, твердых бытовых отходов, чтобы сюда и свозили со всего куста, не только с района, не только с города Зеленогорска, но и подключился Увьярский район, подключились близлежащие районы, там Бородино. По проекту емкость полигона рассчитана на 20 лет использования. Но здесь уже сейчас думают о том, чтобы не просто охранить отходы, а сортировать их и перерабатывать. Таким образом и деньги заработать, и значительно увеличить срок службы этого сооружения. Именно для этого и проводится совещание по долгосрочной целевой программе обращения с отходами на территории края. Необходима сортировка, необходима переработка, необходима система вывоза мусора, для того, чтобы как можно меньше тратить денег из краевого бюджета, а привлекать инвестиции частных инвесторов. То есть у нас есть примеры в Красноярске, есть примеры в Назарово. Кстати, есть интерес к переработке отходов у предпринимателей и в Рыбинском районе. Тем более, что новый полигон полностью должны сдать уже к 1 ноября. В перспективе почти возле каждого мусорного полигона нужно строить мусороперерабатывающие заводы. Вячеслав Власенко, Андрей Крупнов, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok